Проблема заключается в том, что программы планирования полетов PFPX и TopCAD используют данные по массе самолета, пассажиров и багажа, отличные от тех, которые зашиты в PMDG. Мы сегодня это исправим. Для примера я взял PMDG 737 800 серии Winglets компании Air Berlin, регистрационный номер Delta Alfa Bravo Mike Charlie, который в жизни имеет конфигурацию салона на 189 пассажиров. Первое замечание. В PMDG нам не получится использовать такую конфигурацию салона. И хотя даже TopCAD в своих конфигурационных файлах предусмотрел три варианта конфигурации салона для PMDG, в том числе и наш High Density на 189 мест. Сам PMDG такой возможности на момент версии D самолета не предусмотрел. Мы можем выбирать между двумя классами Mixed и Single. Выбрать можно, зайдя в CDU, PMDG Setup, Aircraft, Equipment, шестая страница, Cabin Layout, Tool Class или Single Class. Будем работать в Single Class на 174 места. Первое, что нам нужно сделать, это удостовериться, что мы везде используем одинаковые меры веса. В PMDG это можно сделать, зайдя в PMDG Setup, Aircraft, Display, последняя девятая страница, Weight Units, фунты или килограммы. Мы выбираем фунты. В программе PFPX заходим в настройки, Planning Units, проверяем фунты. В программе TopCAD заходим в конфигурацию, Passengers and Baggage, Weight, фунты. В самолете, в самой конфигурации, тоже фунты. Окей. Планируем в фунтах, даже если в будущем планируем летать в килограммах. Дело в том, что конфигурационный файл TopCAD по умолчанию планируется в фунтах. Мы можем здесь поменять на килограммы, но тогда нам нужно будет менять не только эти значения, но и все вот эти веса переводить в килограммы. Зачем нам выполнять дополнительную работу? Мы спланируем только вот эти необходимые нам фунты, а потом через интерфейсы программ поменяем уже в конце все на килограммы и сами программы нам все правильно и корректно пересчитают в килограммы. И будем летать в килограммах. Итак, нам нужно поменять вот эти вот значения. Значит, начинаем с того, что создаем копию файла Single Class. Вот он у меня уже создан. И добавляем две буковки AirBerry. Все. Заходим в этот файл. Здесь в названии AirCraft тоже добавляем AirBerry, чтобы он потом определялся топкатом. И нам нужно поменять эти вот значения. Они у меня уже стоят правильные. Я покажу, как их извлечь из PNDG. Для этого в меню заходим FS Action Fuel Делаем максимальную загрузку. Получаем значение топлива. 46.057 Вот он. 46.057 Обнуляем топливо. Заходим в раздел загрузки. Пилот. Обнуляем. Пассажиров и груз. Топливо у нас тоже 0. Поэтому Zero Fuel Weight параметр здесь соответствует фактически Dry Operating Weight. То есть вес самого самолета с экипажем 91.300 Вот этот параметр. Максимум Take-off Weight 174.7 Вот он. 174.7 Тоже понятно. Теперь загружаем полностью. Максимально возможное количество груза 16.400 Вот. 16.400 Максимальный Zero Fuel Weight мы полностью загрузили 138.2 138.2 Единственный параметр который мы не можем получить через интерфейс PNDG это Maximal Landing Weight вот он максимально допустимая масса посадочная 146.300 но эти данные мы можем легко получить на Википедии вот он ну или на других сайтах доступных внесли 146.300 все окей закрываем переходим в TopCAD у меня добавлен давайте я удалю и добавлю новый добавляем указываем нашу регистрацию указываем указываем самолета указываем наш конфигурационный файл который мы добавили в Cineclass Air Berlin и все все у нас параметры правильно прописались осталось указать путь к конфигурационному файлу нашего самолета PNDG 737 800 Windows указываем выбираем нашу регистрацию все все готово сохранили в PFX нет таких конфигурационных файлов поэтому все данные вносим через интерфейс программ нужно будет зайти в Aircraft Manager если он у вас не отображается его нужно вот здесь активировать я покажу его уже создавал вот Edit изменения нажмем и вот здесь точно так же указываете регистрацию все параметры вот они все эти наши веса вот они у меня тоже уже все правильно прописаны вот они 91.3 138.2 и так далее все вот они указаны все все у нас здесь хорошо теперь нам нужно правильно указать веса пассажиров и багажа для этого нам понадобится калькулятор вот он и опять-таки интерфейс программы у нас zero fuel weight 138.2 вес пустого drive operating weight напомним был 91.300 вычитаем получаем вес пассажиров и груза вычитаем отсюда вес груза 164 это масса пассажиров делим на количество пассажиров получаем что бим диджи считает бим диджи вес пассажира 175 фунтов запоминаем это значение и теперь нам нужно понять сколько он груза распределяет на каждого пассажира для этого 166 16400 делим на количество пассажиров получаем 94 фунта тоже запоминаем теперь нам эти данные нужно внести в программу PFPX настройки weights вот 175 175 вот 94 везде внесем багаж окей в программе PFPX PFPX топкат это вносится в конфигурации passengers and baggage weights фунты 175 175 вот 94 все теперь можем проверить вносим допустим мы сегодня хотим перевести 165 пассажиров внесли он нам сразу посчитал багаж и Zero Fuel Weight у нас 135 и 7 вносим через CD-U 135 135 и 7 получаем количество пассажиров на одного меньше корректируем на наших 165 и получаем данные которые полностью совпадают с PFPX 15500 15500 практически идеально 165 пассажиров 165 пассажиров Zero Fuel Weight 135 и 7 135 и 7 спасибо за внимание приятных полетов по 35 155 и увеличение позволюем